всем привет вот сегодня у нас чудесный день солнечный ой хотя с утра с утра казалось что будет короче очень-очень холодно я собираюсь на работу вот хотя хотели сегодня поехать сделать ну как сделать не сделать посмотреть зубки отеля говорила что побаливает вот и надо было поехать показаться врачу проверить что к чему ну передумала короче давай завтра поедем вот а я вот нагрузил нагрузил полную гору инструментов сегодня короче у нас с олежкой трудоемкий день надо подготавливать короче бетоном заливки но там снять часть бетона короче работа непочатый край главное чтоб еще наш заказчик подвозил материалы которые нам надо и буду все хорошо зайка сейчас собираем не покушать яичницу да можешь пожарить да да сейчас не зайка соберет обед на работу и буду валить на работу так что вот так вот наша кухню показывать можно привет привет в них лежит у меня есть гречка колбаска таблетки сейчас я что-нибудь выйду для вас по покажу по рассказу что у нас происходило за эти дни потому что же пришло воскресенье вообще не было времени камеру взять руки вообще за нее забыла а вчера мы целый день в городе были приехали уже ты мне сколько часа четыре до 4 приехали домой я полетел на работу работа я как легла и все и я до вечера лежала то у меня за вчера дашу хозяйстве хозяйственичала и кабачки пожарила и гречку сварила и даже компоты закатала два этих самых компотика так что такие пирожки ну иди покажи на улице я тебе это готовлю ну давай яичницу пожарить да да жарь яичницу собаки исправляются хотя исправляются скажи да я выхожу телепаю ушами вот рем съела и выходят липают ушами оля просыпается и выпускает их ночью в туалет так что такие короче пацаны не наказаны вот и девчата да скажи мы это не знаем что делать вот даже они даже не просятся он помидоры вот почти последние помидоры чернуха не знаю он рассказывал очень не что рассадили мы поросят короче отсадили мамашек в одну вот загон и малышей тоже в один загон потому что вот этого черненькую начали уже так засасывать ну просто все он начал падать с ног вот сейчас короче коли мим таблеточки витаминчики таблеточки говорю у кольчики поехал взял у ветеринара вот это черненькую надо поставить на ноги вот сегодня она даже не вставала кушать вот эти две оси бодрячком как видите довольные бегают хрумают а черненькая лежит лежит и не хочет не вставать ничего делать на чернуха вот наша новая кошка еще пока неприрученная но я думаю мы скоро и приручим поросята теперь меня боятся потому что я их получается в их глазах я злостный человек да злостный человек который рассадил их от мамок ну а что ребята ну вы уже выросли вы уже должны быть самостоятельными товарищи такие крупные ой блин какие крупные шо шо поросенделей теперь моя по меня боятся предыдущие блин короче бежали мне прям ноги прям за ноги я уже кусала ее моё шипе насыпал пожрать так что самое интересное заметил он получается каша которая запаренная как свиньи едят они ее не едят вот короче я им сделал кашу сухую просто перебитую не кашу просто перебитая короче готовые продукты для того чтобы его запарить я его смешал с кабачком натер кабачка смешал кинул туда еще пару помидор так вот они ее вот была полная мышка вот они и вылакали так что я так понимаю им надо давать сухое не знаю почему они не хотят вареное делать делать кушать я не знаю хрен поймешь всех поросятки мои но машины научили по ходу вот так что так вот такие у нас дела какие у нас пироги ремонт пока останавливается чуть вот надо зарабатывать денежку дальше надо покупать профиля на покупать гипсокартон вот так короче много чего надо покупать чтобы что-то сделать надо сначала купить чтобы что-то делать так что надо ехать работать и зарабатывать денежку вот хочется ее моё в этом году хочется въехать комнаты до нового года обязательно все это уже приоритете самом большом приоритете будем стремиться слава богу работа есть можно заработать денег блин еще пошиву сделать надо видите это вот это вот видите вот вот там вот потом вот это вот просто вход то есть ветер туда задувает и получается а там у нас на потоке да будет видно ничего не видно зеркальная там короче получается нашел нас там доска сотка ваты лежит но было бы теплее если бы сюда ветер не задувал то есть надо делать подшиву чтобы сделать подшиву надо заказать лес короче чтобы что-то сделать уже дальше надо что-то заказывать что-то заказывает заказа и заказывать еще хотелось бы сделать пристроечку так сказать этот веранду да вот я не знаю я хотел еще в том году сделать не знаю в этом году получится не получится в избе слава богу взяли по скидкам большим в эпицентре и сейчас кстати цена там кому надо USB, цена там сейчас недорогая на десятку получается, он стоит 235 гривен вот так что так да да ложи в маленький пакетик а что я хотел сделать вот здесь вот можно по идее сделать веранду классную вот, чтоб и собак там кормить зимой и вообще чтоб сразу не открывать дверь и чтоб сразу не заходил холод вот получается от окна одного по окну второе и полностью вот эти все ступеньки занять даже больше чем ступеньки, а вот так вот сюда выйти вот, получается здесь будет таких добротных ну 5 ну до 6 квадратных метров этого короче, этой веранды да вот здесь вот сделать деревянные, обычные деревянные ступенечки вот здесь поставить дверь вот, а чтоб открывалось ну не знаю, сюда походу вот, получается заходишь во-первых, можно разуться, поставить там обувь, блин, грязную с улицы, да вот, там вот, там вот где сейчас тумбочка стоит можно поставить собачьи мыски вот, ну и чтоб они кушали уже под крышей то есть, короче вот такие еще планы, ребят блин, как это все осилить вообще не понимаю все, Николашка едет на работу у нас уже, уже сейчас у нас часов 10, наверное даже не смотрела сколько времени вот да, Николаш? а, не слышно и какие-то у нас были прям бешеные красота везде да, Рэм? красота? вы два дня уже пилюлей не получаете? да, это кошмар, конечно с этими собаками мне пришлось я же говорю я сейчас так настолько ну не высыпаюсь почему не высыпаюсь? потому что настроила себя на чуткое спание потому что раньше Рэм просился он мяу-мяу-мяу-мяу он так стоял и мыл под дверью но сейчас я же говорю в связи с чем непонятно он же перестал проситься но у меня есть другой этот я только слышу что Ева выходит из будки она начинает трусить ушами я так хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп слышно вот и как только если Ева трусит ушами значит она встала из будки все, пока-пока-пока созвонимся ты взял телефон? да ну все, хорошо, пока значит Ева встала из будки если Ева встала из будки это значит нужно срочно бежать их выпускать вот так вот два раза за ночь представляете, я встаю вот так что вот такие пироги это вчера было и позавчера такая же ерунда была по этому поводу я и не высыпаюсь Ева, а что тебе приснилось? что потеряла там травички? все, Николашка поехал оставил меня одну сегодня должны были ехать в больницу прям с утра ну мы сегодня если честно я же говорю что-то так как-то Коля встал сегодня меня разбудил я не знаю я обычно встаю вместе с ним в последнее время а это что-то прямо как-то и не встало встало в 7 по-моему в 7-10 а он в 6 обычно встает вот, ну я не знаю он уходил утром, наверное, он показал собрали почти последние помидоры ну из крупных последние собрали я им сейчас все покажу вон кабачки последние повыдирали вон из крупного видите и зеленые повыдирали и красные вот еще немножко ну это плохие это для свиней вот кроличка у нас походу собирается стать мамой начала она мастить себе травичку то мы ей соломы накидали она успокоилась вот не знаю я про кроликов тоже смотрела читала то они этот могут некоторые маститься еще как только с самого начала как только понимают что беременны а некоторые аж уже там за два за три дня до а некоторые даже после того как разродятся у нас черненькая видите какая плохая свинка засосали ее дети наверное Коля уже об этом рассказывал лежит мы ей вчера уколы поделали я же говорю вчера целый день в таких этих были поездках я просто вам передать не могу в общем получается воскресенье ничего не снимала и вчера я для вас ничего вообще абсолютно не снимала вот воскресенье что самого утра пока проснулись пока то пока все пока позавтракали тут мама уже приехала мама приехала Коля занялся в общем-то комнатами там порожки надо было долить там надо почухать было там еще что-то еще что-то вот мама приехала давайте на огород как раз в воскресенье была погода такая не то чтобы ну оно сейчас видите солнечно но не могу сказать что прям жарко жарко что капец если голову закрывать от солнца то в принципе нормально сейчас я вам выйду покажу смотрите что мы тут натворили красотень уже какая везде видите уже сколько убрали хорошо вот здесь убрали видите здесь вон поубирались вот так вот всю территорию там же у нас были вот помидорки вот тут вот сейчас ближе покажу здесь мы до этого убрали здесь вот те что падали лишние были помидоры вот они так они остались ой надо их сорвать тоже красные видите какие есть краснючие красивучие вот здесь территорию мы как бы вот по бочку по красную здесь было убрано а здесь же начинались помидоры и вот здесь полностью все были помидоры заросшие прямо в траве во всем и мы начали траву вырывать и как раз помидоры вырвали вот остатки зеленых вырвали и красные ну там кусочек не дорвали там надо копать потому что там сильно твердая земля была тут где поливалка раньше доставала то еще более-менее а там вот только копать вот эту кукурузу это у нас попкорновая кукуруза идет вот надо ее вырвать а это все просто просапываешь и все базиличок нашелся остался вот кустик красный правда Даша его по-моему затоптала два там нету там нету три четыре пять шесть кустиков вон базилика здесь кабачки я же говорю я пособирала ну не знаю вот видите они такие после полива зелененькие и даже еще пытаются цвести не знаю если за пару дней ну вон цвет пытается выйти вот и вот там вот видите маленький пошел я сорвала большой маленький пошел думаю не буду пока трогать все равно пока мы еще не доубирали здесь полностью может пару кабачков и будет знаете как большие собрали кабачки вон поросятам поотдавали а мелкие видите вон Даша вчера пожарила вон цвет так что еще может и несколько кабачков вина растет маленькие если большие убираешь то маленькие нарастают вот ту всю сторону надо будет вырвать вот здесь вот оставить немножко еще пускай еще порастут вот и и тоже можно натирать значит свинкам уже сейчас отдавать вот такие вот дела вот тут еще один куст оказывается да еще пару кустиков не дорвали да ну они так вот такие тут не очень вот это попкорновая у меня кукуруза по-моему сюда я сажала попкорновую сейчас посмотрю да кругленькая она ну только смотрите видите какая-то круглая не очень у меня были такие интересные зернышки раньше и сажала по-моему тут два разных сорта одни кругленькие такие желтые а одни я сажала как капельки своя с домом домашняя сейчас посмотрю тут вообще какая-то неудачная в этом году кукуруза какая-то вся неудачная вот по-моему такая моя домашняя да вот моя домашняя хорошая потому что я каждый год просаживала вот видите они как какие-то знаете как капельки такие бубочки у них вот это попкорновая кукуруза капелечками качанчики небольшие довольно-таки вот я на капельку а что на сковородку под крышку вот и оно себе лоп-лоп-лоп или в микроволновку в бумажные пакеты фух так вот вчера что вчера что я вчера ничего не сняла ну воскресенье я же говорю что мы тут как встали как начали работать получается там кусок сделали возле перца потому что перец сделали раньше а возле перца там еще доделали кусок вот этот кусок с помидорами полностью сделали я же говорю отдельно помидоры отдельно бурьян вот потом плюс вот здесь вот кусок помидор у меня был большой разовариваю зуб тюкает больно страшное дело вот здесь вот у меня лан помидор был и по бокам вот здесь кабачки росли вот они вернее не кабачки а патиссоны вырвали все видите и собрали вот здесь остался лан видите вот здесь вот вот этот Это у меня сливка в основном Тут есть, конечно, кругленькие помидорки Но в основном у меня тут наполовину сливка Наполовину кругленькие Но они еще, в принципе, видите, какие Они классные Они есть вот еще, они как Нарастают Так что их убирать смысла нет Есть прям даже совсем зеленые, вон, видите, стоят помидорки Поэтому здесь такие, они более поздние Поэтому смысла их полностью вырвать нет Нужно пройти спелое собрать А зелененькие пускай еще дозревают Тут просто таким ковриком закрыто зеленым Кажется, что ничего нет Но на самом деле есть Это же вот эта вот долбанная плетушка Вот, смотрите Вот под ней, видите, под плетушечкой Раз, и есть Потому что она даже и хорошо, видите, они такие, какие красивые получаются Помидорки Им тут влажно, хорошо под вот этой плетушкой Она, конечно, может и забивает наполовину Но она и добро делает, можно так сказать Тут порыться, видите, вон Тоже красота Есть тут много помидор Под этой плетушкой просто нужно ходить и собирать Так, ну а тут обычная кукуруза Вот мы еще когда сажали, мы же не думали, что мы хозяйство будем убирать И вот там обычная кукуруза И опять же таки Я-то ее сажала, в принципе, как сахарную Я не для корма животным сажала Я как сахарную сажала Именно для того, чтобы законсервировать Но в этом году я же говорю, что Кукуруза была вообще никакая Я вот то несколько этих Сорвала, чтобы сварить просто Мы даже не успели толком ее покушать До моря мы ее Несколько кочанчиков сварили, покушали А после моря приехали, она уже переспевшая И то такая-никакая, вот так перекрученная, покрученная Половина зерен есть, половина нету А тут Коля вон скосил за кукурузой В общем, в этом году у многих кукуруза была никакая Так что так Многие говорили, что кукуруза вроде бы из стебли красивая А она не кокушная Так, здесь у меня щавель, видите У меня здесь щавель еще есть, надо его обрезать Вот такой вот В бурьянах И здесь, смотрите, где в бурьянах, видите Какая красивая стоит свекла красная Видите Там, где бурьян делал тенечек Вот какая она красивая А там, где не было тенечка Там, где мы повырывали весь бурьян Вот там она полностью позасыхала, несчастная Вот И здесь у меня мои кабаки Мои кабаки, вот Плетья уже сохнут Сами по себе, видите Вот, плетья сохнут А если плетья сохнут, это значит, что Можно будет скоро снимать урожай Они прям такие довольно красивые Большие получились Вон, гляньте Красавчики В этом году прям мне они порадовали Ну, просто в этом году В основном, конечно, посадила этот Новая сарта никакие не садила В прошлом году накупила, насажала Ни фига не вышло В этом саду взяла только гитару И вот эти семена Трубчатая тыква Я уже не помню, как труба называется Или как-то так Эта тыква Сладкая-сладкая такая Я с ней в прошлом году и салаты делала И все Очень вкусная Вот Ну, такие вот они добротные повырастают Мои зайчики Мои зайчики-кабанчики Вот они какие Ну, довольно Нормально, нормально Я довольна Я очень сильно довольна этим делом Так что так И вон красавчики Вон, видите, какие лежат Хоть в этом году с кабаками со своими буду Ну, гарбузы Там еще кто-то написал Что такое кабак? Я подозреваю, что это гарбуз Не, я говорю, да Это гарбуз Вот, репетитос Ой, Демаш Душа радуется, я же говорю Он здесь тоже сюда поплелся, видите И свеженький еще пошел Тут молоденький еще, видите Даже плеть зеленая А тут вообще плеть еще цветет Представляете Еще маленьких кабанчиков В это Родит, но Дело в том, что они, конечно, не успеют созреть Ну, свинкам будет Вот И вот Тут тоже масюленький пошел Вот такой, скажи я, красавый Маленький Родился У своей мамы и папи Да Ну, ничего Он не успеет, конечно, созреть Он такой может чуть-чуть Больше вырастет И все Маленький останется Ну, свинкам будет то, что надо Вот сюда один к соседям хотел убежать Вон у меня, видите Хотел убежать К соседям А этот уже, видите, плеть засохла Уже можно его и собирать Вот Вот здесь трубчатый получается Да Красавчики Красавчики Ну, это очень радует Это очень радует Пускай будет Надо выкосить еще Вот взять Ну, здесь же не косили Именно только из-за того, что здесь кабаки А там, я сказала, не косите Потому что Этот Буряки Свекла Потому что там повырывали все хорошо Чтобы же красиво было Чтобы же никто ничего не сказал Повырывали и зря Я теперь жалею, что я там вырвала Между Этими Свеклой Кормовой Ну, и красный этот бурьян Так бы оно хоть Дальше было А теперь, получается Вон, позасыхало Да и все В общем, как-то вот так вот у нас А тут у меня еще были Бурьянах Тоже пару кабаков росло Посмотрим сейчас Вот где-то здесь Ох ты, е-мое Залезла в тапках Есть Есть Небольшие, но есть Вот че Вон че И вон че Ой, слава богу И тут хоть чуть-чуть Потому что они Такие были маленькие Но такие никакие были Вон, смотрите, видите Есть Лежит, красавчик Есть И это хорошо А здесь вот Плечь пошла Видите Вот она Ну и Ничего Абсолютно ничего Вот Пустой Я говорю, что я удивляюсь Что вообще Вот так вот Один, там два Что вообще хоть что-то вышло И вот три Потому что я посажала А они такие никакие были Вот, видите И так оно пошло И вот если бы Тут бурьян стоял хороший Вот там Оно, видите К бурьяну пошло И там под бурьяном Себе сделала Детку А вот Если бы бурьян тут Хороший стоял То может быть Тогда и дело Питок бы был А так все же Чистота должна быть Красота Везде Чтоб никто Ничего не сказал И вот тебе Пожалуйста Так Ну все В принципе Ну и так хорошо Правда ведь Так Ну это тут у меня Патиссоны росли Уже их тоже Нужно повырывать Пообрывать Вон Остатки от них От патиссончиков Несколько штучек Это уже Поросянделям будет Так что В общем Вот такие Какие-то пирожки Вот этот Тоже был Этот Патиссон Ах Какая паутина Сразу же Моментально Эти пауки Делают себе Эти Вон видите Какая нора Вот такие Делают себе Ловушечки Это они тут Жучков Этих всяких Ловят комаров И все остальное В общем Класс Все хорошо Я заверю Кто пишет Как грязно Бурьян стоит И все остальное Ну и дураки Пускай пишут Блин Значит это тот Пишет Кто не держал огород Тот кто держал огород Понимает Что Если полностью Убирать бурьян То это нужно Мульчировать землю И все остальное То есть это тоже Нужно усилие И труд И постоянный полив А если постоянного полива Нету И вот такая засуха Как сейчас То Бурьян это спасение Вот видите В бурьяне Какие помидорчики Классные растут А там где мы Повырывали бурьян Сразу же Они и посохли Здесь стояли В бурьяне Так мы Какой урожай Еще смогли собрать Вот Там Я же говорю Пока бурьян рос По этим По бурячкам По свекле Так свекла стояла Хорошая Вот вырвала весь бурьян Вон пожалуйста Посохла свекла Так что так Ну в общем Как-то так Ребята у нас На огороде Вот Так вот Я же говорю В воскресенье Мы занялись полностью Этим огородом Все вырывали Прорывали Убирали Вот здесь Поливали Вот Базилик свежий пошел Видите То что я вам показывала Вот он Свеженький пошел От этих От палочек Палки поставляли Одни Вот он Вот и вот Его нужно только Каждый вечер поливать Для того Чтобы он рос И посадили еще Лук Я вам показывала Лук То что мы купили Вот так Даша буквой П Сделала Грядку Вот так вот И как раз Будем еще Поливать Здесь вот Персик Базилик И как раз И лучок Зелененький Пойдет Вот В общем Вот такие Вот у нас Дела Вот такое Мы что-то творим Получается Мы Воскресенье Все на огороде Провели Пришли уже Как чумазые Все А сюда уже Темнеет Стало А сейчас Темнеет рано Уже 8 часов И темно Прям 8 часов Уже конкретно Темно Вот Пока поужинали Легли уже спать Уже особо И не снимали А в понедельник Мы проснулись Ну это вчера Быстро Быстро Давай собираться В город ехать Надо было порешать С Укртелеком Ой блин Как я вчера ругалась На Укртелекоме Девочки и мальчики Я не знаю Какое у вас мнение Об Укртелекоме Это Наш Типа там где у нас был Первоначальный интернет И Типа телефон Боже Насчитали они Мне там Мы поставили И уже Очень-очень давно Вот или сколько там Назад На паузу Потому что Отключить сразу было Нельзя Почему-то там Я уже не помню Поставили на паузу Они не должны были Нам считать Ну там что-то считать По копеечкам Там вообще Типа за эту паузу То есть и интернет На паузу И телефон На паузу Короче Как начали Они нам слать Там суммы Такие неподъемные Как говорится И типа Это самое Поехал Николай Разбираться В этот Укртелеком Вот Они говорят Нет Пускай она приходит Пускай она приходит Разбирается Типа И вообще Звоните на горячую линию Типа У нас тут начальства Никакого нет Звонить на горячую линию В общем я пыталась Вот они мне Новую бумажку прислали О том что там Долг Чуть ли не Две тысячи гривен Понимаете Я короче Ну мое терпение лопнуло Я пыталась дозвониться Два месяца Два месяца Пытаешься дозвониться На Укртелеком На горячую линию А что происходит В общем Сначала играет Дебильная музычка Говорит Ждите оператора Типа Все операторы заняты Поэтому Немножко подождите Сейчас будет Играет музычка Играет музычка Она говорит Вы там в очереди Такой то такой Опять играет музычка Играет музычка Потом она говорит Пробачите Нажали все операторы заняты И перед звонить Будь ласкоп Ну типа пизнише И класс И отключается И это в течение двух месяцев Я пыталась так дозвониться В общем мое терпение лопнуло Вчера мы уже сели Когда уже нам прислали Вот эту бумажку И прислали бумажку Типа Мы вам насчитали Там долг процент Какой-то Тудым-сюдым За эти все месяцы И типа До 31.08 Заплатите Типа Вот такую сумму Или же она вырастет Там в два раза больше А чтобы вы понимали 31.08 Было Сколько Десять дней назад Или сколько там А на дуга нам пришла Эта бумажка Ну мое терпение лопнуло Я говорю Поехали Так короче Захожу я туда В этот укротелеком Сидит там одна клуша А я ее по-другому назвать не могу Честное слово Я же говорю У меня такое было желание Потому что мы ее снимали На телефон У меня такое желание Было ее сейчас вставить В видео Чтобы все посмотрели На эту Понимаете Товарища Который видимо Приехал Савдепа Понимаете У нее еще Савдеп в голове И она отвечает Отвечает Такое Как будто бы Она королева А вокруг нее Дерьмо Эти бабки стоят Тоже Они ничего не могут Разобраться Что к чему Тоже Тоже Две женщины стоят Блин Да мы тоже Пытаемся дозвониться Я говорю Где начальство Хоть какое-нибудь начальство Мне нужно разобраться Начальства У нас здесь нет Я говорю Кто Вы здесь только вдвоем работаете Какая разница Как это Какая разница Пришел Пользователь Допустим Я абонент Я пользователь Я хочу Встречу с начальством Мне нужно Хоть какой-нибудь начальник То есть Кто-нибудь старше Чем вы Ну то есть Старше В том плане По должности Как-нибудь Чтоб я могла Выяснить вопрос Все вопросы Выясняем Звоним на горячую линию Я говорю Девушка Я вам объясняю Что я два месяца Пытаюсь дозвониться На горячую линию Просто сбрасывается Трубку никто не берет Чем я вам могу помочь Я говорю Значит мне нужен начальник Звоните на горячую линию Понимаете Она просто тупо Смотрит на тебя И она издевается У меня была Она записана Я говорю Коля снимаю ее на мобилку Потому что Будем дальше разбираться Будем значит Идти в милицию Заявление писать Потому что Начали приходить СМСки на телефон Типа Что ваша справа Передается в Как она называется Господи Коллекторскую контору Что это за фигня Какая коллекторская контора Понимаете Укртелеком какой-то Мне будет еще угрожать Что они в коллекторскую контору Будут передавать мое дело Вы представляете Я с ней говорю Я говорю по-человечески Девушка Вы мне подскажите Куда мне Не на горячую Куда-нибудь Реально Где я могу дозвониться Хоть куда я могу обратиться Звоните на горячую линию Понимаете Она смотрит на меня Издевается Я говорю Вы издеваетесь Чем я вам могу помочь И вот понимаете Она как Она прям Вот знаете Как компьютер Заученная фраза И она смотрит на меня Типа Иди отсюда Короче Так Во-первых Обидно Это такое неуважение К людям Это настолько Просто-напросто Беспредел Творится Понимаете И главное Писюха Блин Не скажу Что она совсем молодая Но может быть Блин Моего возраста Понимаете Нет Чтобы там Ну Нету там такого Чтобы она Блин Совсем молодая Девка должна соображать То есть Ты нормальный Взрослый человек Ты можешь адекватно Общаться Ты можешь адекватно Рассказать И объяснить людям Стоят Еще несколько человек Женщин там стоят Ну вот они говорят Мы тоже не можем На горячую линию Дозвониться Мы не можем понять Что почему Нам насчитали Это 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 Все вопросы Я говорю Так для чего Вы тут сидите Все вопросы На горячую линию Если вам что-то Не понятно Вы для чего Здесь сидите Она сама Не может ответить Для чего она сидит Короче У меня уже Знаете У меня уже Начинает Вот эта вот Злость такая Говорю Блин Сейчас что Брать Ити В полицию Писать заявление Показывать Вот эти смс Показывать Звонки Которые Я не могу Дозвониться На горячую линию Показывать Смс Которые Мне шлют Что отправят Это дело В коллекторскую компанию Или еще что Вот Я говорю Или идти Напрямую Сразу Дом с колоннами У нас рядом К депутату Говорю Нашей Меському Голови Так сказать Пускай Разбирается Что это за фигня Люди стоят Она говорит Так Все Осталось здесь Минут до обеда Все типа Выходим из помещения Женщины там Простояли с самого утра Она говорит Здесь минут до обеда Выходим из помещения Короче Кошмар Беспредел полнейший И вышла В общем там еще одна Тоже девчонка Которая В принципе Исполняет Такую же работу Как и она Я не знаю Что они там делают Вообще Сидят просто за компьютерами Что-то они там Прощелкивают Вот И она уже говорит Не нервничайте Идите сюда Идите ко мне Она говорит Так Возьмите Смотрите Она объяснила Откуда это Что Я говорю Вот это Я платить не буду Потому что Извините меня Что это за За две тысячи Она говорит Не надо Эти платить Никакие две тысячи Это они уже Там на счет И пересчеты И туда Говорит Держание Вот это Вот это Вот суммарно Получается Там Четыреста гривен Вот Вот эти Четыреста гривен Заплатите И придете ко мне Я вам поставлю Сзади на чеке Печать И напишу Что долгов нет Претензий не имеем Туда-сюда И ля-ля-ля-ля Я говорю Ну вот А нельзя было так Сразу С самого начала Вот Она ведь Ну Типа знаешь Рукой махает Типа Ну вы же сидите Вдвоем там Ну я вообще Просто Я просто Блин У меня Я говорю У меня такое Это Укртелеком Это я не знаю Это самая Наверное Галимая контора Которая только Может существовать На которую Дозвониться На горячую линию Невозможно Порешать По другому Вопросы Невозможно Я хочу Прямо сделать Эту антирекламу Пускай это будет Антиреклама Но чтоб люди знали Что с такими Связываться Лучше не связываться Мы тогда С ними связались Потому что Я же говорю Что мы Тогда мы свои деньги Заплатили за номер Тогда я же говорю Здесь не было ничего Ни интернета Ни еще Мы провели сюда провод Платили кучу бабла Тогда в то время За то Чтоб дотянули нам сюда провод Чтоб подключили телефон За телефон отдельно Заплатили за все То есть нормально Платили ежемесячно Все как полагается Потом Когда мы решили Что это Ну во-первых Мы ежемесячно платили А услуга была Ну никакая То он отключался То у них вечно Порывы на линии То они Там 2-3 недели Не работают Там что-то Кто-то провода покрал Я говорю Так вы извините Пересчитайте Тогда мне За эти 2-3 недели Что ж я плачу Ну пересчитаем Никто так Меня ничего не пересчитал Мне один раз пересчитали 20 гривен Типа списали Минус Ну короче Чтоб вы понимали Сколько я Мы 2 или 3 года Пользовались Укртелеком Все время У нас были проблемы Но тогда хоть На горячую линию Можно было дозвониться С 5-6 раза Я могла на горячую линию Дозвониться Сейчас просто нереально Ни на горячую линию Дозвониться Ни В общем Никакие вопросы Не порешать Ничего Поэтому Кто думает Еще подключиться К укртелекому Не вздумайте Компания Она просто разваливается По крайней мере У нас в Кировограде Это обслуживание Ужасное Отношение к человеку Как к говну Вот я же говорю Приходишь А там принцесса сидит Которая просто По клавиатуре сидит Бьет там Понимаете Она ничего толком Рассказать Не может Звоните на горячую линию Я говорю Вы что работаете Для того чтобы сказать Чтобы я звонила на горячую линию Ну это короче ужас В общем Высказалось Высказалось Может быть Предостерегу кого-нибудь Кто хочет подключиться К укртелекому Моя мама кстати тоже Еле отключилась От этого укртелекома Говорит Пришла Они как начали Мне высчитывать Насчитывать Засчитывать Такое тоже Звоните на горячую линию То не звоните То еще что-то То приходите через неделю А через неделю Еще больше насчитали Типа Вы же пользуетесь Я говорю Так я не пользовалась Я же поставила на удержание Ничего не знаем Никого не слышали Ничего не видели Может девочка другая оформляла А у другой девочки Она уже уволилась Так подожди Она же компьютер оформляла Ничего не знаем Ничего никто не это Ну короче Чтобы вы понимали В общем повозмущалась Рассказала Чтобы вы понимали Что если кто-то собирается Лучше не подключайтесь Не подключайтесь Дабы избежать вот таких проблем И финансовых потерь И проблем И потом нервов И всего остального Короче пока мы порешали В этом укртелекоме вчера Потом поехали мы К стоматологу Потому что у меня вот тут До сих пор лимфоузел И он болит И я укусить не могу И вот тут сверху тоже болит И в ухо отдает Ее оказалось нет Она будет только аж Там поздно Ну вторая смена Аж туда после четырех После трех Взяла я карточку Поехала к челюстно-лицевому В общем у нас есть отделение Челюстно-лицевое Делали мне в прошлом году Здесь тоже После вырывания зуба У меня что-то пошло Неприятности И вот он мне тоже делал Я пришла Он попробовал Посмотрел Говорит Просто тут Говорит Есть небольшое воспаление Говорит Такого опасного Я еще не вижу А ведь это такое может быть Потому что все-таки Вырвали Два зуба в одном ряду И здесь вырвали Потому что все шитое Там зашитое Поэтому может Говорит Когда она тебе назначила Иди к ней Пускай она снимает швы И если она там Сделает снимок И заподозрит Что-то там серьезное Тогда направит уж ко мне Думали сегодня поехать Но я же говорю Сегодня пока я встала Пока то пока сё Я вижу что я по времени Не успеваю А нужно кучу всего сделать Вот И Коле надо сегодня Кучу всего на работе сделать Поэтому мы переложили Наверное на завтра Или на послезавтра Поедем уже как раз Швы ему снимут И мне снимут швы С верхнего зуба Вот А я сегодня может Займусь немного помидорами Потому что их перерабатывать надо Ну тут видите Их немного осталось В основном кабанчики Конечно Видите Зелененькие отберу отдельно Потому что мы собирали Все до кучи Красненькие отдельно Плохие Свинкам повыбрасываю Передавлю на сок Законсервирую Может быть просто сок Вот из таких вот Лучше всего в сок делать Законсервирую просто сок А потом я же говорю Я часто на томатном соке Готовлю эти И борщик на томатном соке Готовлю И этот Добавляю томатный сок Когда перчики тушу Когда голубчики делаю Ну тогда вот все такое Все Так что такие пироги Ну и может быть Немножко на огороде Там еще нужно будет Повырывать там бурьянчик Ну облагородить Так более-менее Вот И пополивать там уже Уже солнце так сильно не жарит Поэтому можно смело Выходить на огород Просто надо какую-то шляпу Или кепку одевать Чтобы лицо не загорало И все В общем вот такие вот у нас Пирожки Налялякала На тренделовом Хоть по крайней мере Рассказала что и как К чему Чтобы вы не думали Что мы опять куда-то потеряли Что-то с нами случилось Или еще что-то А то Вот глупые сведения Балуются Вот А то получается Что мы ежеверим Что на воскресенье ничего В понедельник ничего Сегодня вот сейчас Выложу это видео Сейчас клепаю его Быстро выложу Да слава богу У нас компьютер быстро уже Клепает Так что Ой Совмещу вот эти видео И выложу Чтоб вы видели Что у нас все в порядке Так И что у нас на днях Должна Светланка приехать Завтра Послезавтра Послезавтра По-моему Да послезавтра Так что Там нужно немножко тоже У нее С Дашей в комнате Пошаманить Чтоб ему кровать сделать Получше Чтоб они могли вместе спать Вот Потому что когда Начали делать ремонт То кровать же разобрали Оставили только Одну половину Для того Чтоб Дашка ночевала Вот А теперь надо Ну опять сделать Две половины Для того Чтоб они вместе могли Валяться Валяться спадки Ну Светка ненадолго Вроде бы приезжает Она Только приедет Там Какие-то бумажки возьмет Потому что ей Какие-то бумажки Там надо Я не знаю Для чего Вот И Будет опять ехать Не знаю через сколько Может через месяц А может быть и раньше Может там на пару недель Приедет Посмотрим Вы по телефону Все бы не наговоришься А так уже приедет Да все расскажет В общем Вот такие вот дела Будет у меня возможность Схвачу камеру Может что-то еще Сегодня позаснимаю Я каждый раз Обещаю вам что-то заснять Но никак У меня есть Несколько видео С кухней Но там Должен Коля Монтировать Чтоб это красиво Под музычку Туда-сюда У Коли Как всегда Времени нет Поэтому так Терпите меня Такую как я есть Уж простите Простите Девчонки Я же говорю Даже комментарии Честно говоря У меня не было времени Даже их почитать Коля мне там Говорил А ты видел там Кто-то написал Какой-то комментарий Я говорю Не-не-не-не видела Не смотрела Ничего То он мне так вот Что в своих словах Пересказывал Вот Что меня И поддерживаете вы И Кстати Поподписывались вы К маме Суперстар Спасибо вам Охромные девчонки Действительно Женщина очень хорошая Просто знаете Когда мне что-то нравится Мне всему миру Хочется об этом рассказать Так же Как я же говорю Когда рецепт какой-то нравится Мне тоже хочется Со всеми поделиться Когда какой-то Фильм нравится То же самое Так же и С мамой Суперстар Это Луиза Зовут ее Луиза Вот Ну и что На сегодня Я же говорю Ну по крайней мере Не на сегодня А на сейчас Пока Я же говорю Пойду я сейчас Еще после завтрака Помою посуду Мне надо сейчас Ванночку для зуба поделать Это же полоскать нельзя Зубы А именно делать ванночку То есть набирать Тепленько И держать Вот тут Вот Ну и как бы Что И буду чем-то заниматься Буду читать комментарии Постараюсь сейчас Сесть на все комментарии Ответить Почитать Все как полагается Так что так Все Девчонки и мальчишки Хорошего вам настроения Удачной вам недели Сегодня начало недели Поэтому Удачной Удачной недели Вот Пускай все слаживается Пускай Подольше будет Красивой Теплой Осенние денечки Чтобы все Все успели Так что так Ну А ученикам Конечно же Хорошей учебы А мамам Можно сказать Мамам Папам В общем родителям Сил Черпением Потому что для них Это тоже получается Стресс И тоже Как знаете Как заново в школу пошел Так что так Всю школьную программу Проходить нужно заново Все Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому